Музыка Мама Тимура Наталья еще в 2020 году узнала, что в свет вышел приказ Министерства образования и Министерства просвещения. Этот документ дает право засчитывать в основном общем образовании оценки по дополнительному образованию. Если ребенок углубленно занимается музыкой, спортом, ИЗО, поэтому еще два года назад Наталья обратилась в школу с просьбой освободить ребенка от занятия музыкой, но в учреждении отказали. Мы перешли в другую школу через год, в 2021 году. Я опять же обратилась, как можно зачесть. Опять, мне просто сказали, что нет, никакой мотивировки ничего не было. И в этом году я опять же обратилась, говорю, ну как же, мы получили диплом, ребенок продолжает заниматься, ну нет, мы не будем зачитывать и все. Как нам пояснили в Краевом Министерстве образования, все эти предметы – музыка, ИЗО, физкультура – могут быть зачтены только в том случае, если пройденный материал соответствует темам уроков образовательной программы. На сегодняшний день в специализированных школах организации дополнительного образования, где изучаются предметы по специальным программам музыки, темы не совпадают. Поэтому за честь в общеобразовательной организации оценки, получаемой в учреждениях дополнительного образования, невозможно. Один урок в неделю, может быть, если он будет первым, он бы даже поспал. Если он в середине, он мог бы просто поесть и передохнуть, не сидеть в помещении и не слушать 30 человек в классе. Это просто гул, балаган, да. Просто выйти на улицу и подошать воздухом среди учебного дня. Но, похоже, одаренным детям, которые действительно тратят большую часть времени на музыку, спорт, участвуют в конкурсах, сегодня приходится, что называется, протирать штаны на уроках, на которые нужно ходить только для галочки. На верхах готовы повышать статус дополнительного образования, а вот на местах, похоже, нет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.